Сегодня мы приступим к изучению линейных операторов в евклировых пространствах. Давайте поэтому напишем такой заголовочек. Линейные отображения и линейные операторы в евклировых пространствах. Напомню, что перед этим мы изучали с вами линейные операторы в произвольных векторных пространствах над произвольным полем. Вот сейчас мы посмотрим, какие есть специфические виды линейных операторов именно в евклидовых пространствах. Напомню, что евклидовое пространство – это не просто векторное пространство, а во-первых это электронное пространство над r а во-вторых она снабжена скалярным произведением пусть у нас есть два евклидовых пространства и штрих 2 евклидовых пространства значит пусть у нас обычные скобочки обозначает скалярное произведение в е давайте напишем что размерность первого пространства равна n а размерность второго пространства пусть на равна м так скобочки обозначать скалярное произведение в е а скобочки со штрихом они будут обозначать скалярное произведение в ешьте вот входные данные которые у нас имеются и сейчас мы будем ну что мы будем вы наверно гадость сейчас будем рассматривать линейное отображение из первого пространства во второе пусть и зевья штрих это некое линейное отображение не нет ображения теперь даем определение линейное отображение psi из е штрих е называется сопряженным к фи если выполнен следующее условие давайте я напишу потом прокомментирую так вот условия я выписал смотрите какая ситуация у нас имеется линейное отображение фи из евеш наших и мы смотрим на линейное отображение в обратную сторону из е штрих 月 вот линейное отображение в обратную сторону на взаимовсе называется сопряженным ки есть выполнено вот такое вот условие что какой бы мы ни взяли вектор x из первого пространства какой бы не взяли вектор y из второго пространства то скалярное произведение образа x игреком во втором пространстве равняется скалярным произведению x с образом сопряженного отображения от игрек в первом пространстве вот такое условие давайте сразу скажем что обозначение обозначение все обычно обозначается как физ и звездочкой физ и звездочкой но смотрите мы дали определение но из него совершенно непонятно вообще существует такое отображение сопряженно а если существует то единственно но или нет это все непонятно и поэтому сейчас давайте мы первым делом докажем утверждение о том что да вот что вот это отображение но действительно единственно и существует единстве предложение первое такое отображение существует и единственным и второе условие она описывает матрицу этого линейного отображения чтобы описать матрицу отображения нам понадобится большое количество обозначение поэтому давайте мы приступим так пусть у нас если е е 1 так далее е н дальше f f1 и так далее f это базис во втором пространстве теперь что нам еще нужно нам нужно матрица а с индексом фи это матрица линейное отображение фи в паре базисов е и f дальше а с индексом psy пусть будет эта матрица линейное отображение psy в паре базисов f и е она же в другую сторону нас вот и теперь матрица грамма нам еще понадобится же это матрица грамма базиса е и наконец же штрих это матрица грамма матрица грамма базиса f1 тогда резко а вот в таких обозначениях которых тут видите большое количество пришлось вести матрица линейное отображение psy она будет вычисляться исходя из этих вот данных следующей формулы же в минус 1 а фи транспонированные умножить на же штрих вот такая форму в частности в частности если е и f оба ортонормированные базисы то какова будет матрица апси скажите мне пожалуйста или в чат напишите посмотрите мы предъявили общую формулу общую формулу в случае произвольных базисов там участвует матрица грамма да а вот если матрицы а если базис е и фортонормированный то тогда ну вот тут уже миша нам написал правильный ответ то тогда ортонормированный базис это означает что его матрица грамма является единичной матрицы соответственно вот этой формуле же и же штрих это будут просто единичные матрицы потому останется только а с индексом и транспонированы то апси равно а фи транспонированы таким образом сопряженное отображение в обратную сторону да вот на нормальных базисах она записывается всего лишь просто транспонированный матрицей то есть сам по себе это такой довольно простой объект и на уровне матрицы он отвечает транспонированию но опять таки повторюсь что требуется чтобы чтобы эта формула работала именно транспонировать нужно чтобы базисы были ворту нормирован так хорошо собственно вот это было предложение давайте мы его докажем давайте мы докажем ну для того чтобы доказать мы просто все распишем в координатах и увидим как там все должно получиться пусть у нас x этот произвольный вектор берем x1 е1 плюс xm е это вектор из е также y возьмем y1 f1 плюс так далее плюс ym ym fm вектор из е штрих произвольный да и давайте мы вот это вот эти условия распишем условия распишем значит что мы имеем когда и от x с индексом y штрих что такое скалярное произведение напоминает обе линейная форма белинейная форма как у нас по числе как у нас вычисляется значение белинейной формы у нас то была формула соответственно мы должны сначала вычислить фиат икс в паре базисов да это будет что такое взять а с индексом фи так ребята уход микрофон игорь игорь все мы должны умножить на столбец иксов с 1 так далее xn образ это будут координаты вектора фиат икс базисе мы должны взять этот транспонированный затем мы должны взять матрицу белинейная форма в нашем базисе это будет как раз попиться она же штрих штрих и умножить на столбец чего на столбец и греков столбец веков мы это можем переписать значит транспонированы к произведению двух матриц это произведение транспонированных в обратном порядке поэтому так и пишу x1 xn умножить на афи транспонированы умножить на же штрих y1 так далее не века вот так это мы расписали левую левую часть этого равенства теперь давайте точно так же распишем правую часть но тут 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 кажется даже будет попроще колено произведение вектора x с вектором все ты грек все ты грек это что будет это мы должны опять-таки взять столбец координат транспонированный мы его уже так а дальше дальше у нас участвует матрица грамма затем все тырик это что такое это в координатах будет асинкса все умножить на столбец вот этих вот игреков вот такая картина ну и теперь что теперь что мы хотим чтобы вот эти два выражения совпадали для всех наборов иксов и на всех наборов игрек но раньше в курсе у нас уже встречалась такая ситуация когда вот когда мы собственно бельяными формами занимались у нас вот такого рода вещи уже присутствовали и надеюсь вы помните что в этом случае в этом случае такое равенство возможно тогда только тогда когда вот эти вот центральные матрицы присутствующие здесь совпадает соответственно давайте мы напишем так так как напомню почему для любой матрицы b м на n чтобы узнать ее и житый элемент б и житый элемент надо вот сделать следующую вещь надо взять на и поместить единицу затем умножить на б умножить на единицу на житом месте житом месте получаем получаем давайте обозначим это через звездочка давайте вот это вот этот формулу обозначу звездочкой пометим пометили и теперь хотим чтобы эта звездочка выполнялась соответственно вот это вот равенство то звездочка равносильно тому что а с индексом фи транспонировано может уже штрих равно же умножить на апси ну а теперь отсюда мы можем уже выразить домножив на же минус 1 до слева можем уже выразить апси апси равна же минус 1 а фи транспонированы же штрих вот такая формула видим что она совпадает с той формула которая нам нужна и теперь давайте мы просто поймем значит я утверждаю я утверждаю отсюда сразу следует все утверждения и вот давайте я на словах то поясню и так мы хотим чтобы было линейное отображение удовлетворяющие вот этому свойству насчет мы на самом деле вот то что здесь написано это мы взяли произвольное линейное отображение пси в обратную сторону и записали условия на его матрицу если мы хотим если мы хотим выполнения вот это вот соотношение звездочка любых иксов и игреков и тогда что получается что если мы хотим выполнение этого условия тогда линейный матрица линейного отображения она должна иметь такой вид ну тогда давайте мы возьмем вот такую матрицу давайте мы возьмем линейное отображение с такой матрицы и тогда для него условия будет выполнен соответственно наше отображение существует теперь единственность единственность откуда следует но тоже из этой формулы потому что если наша табра если есть еще одно отображение линейное отображение с таким свойствам то повторить для него все рассуждения мы получим что у него матрица будет ровно такая же ну значит она должна совпасть вот с этим линейным отображением которые мы задали вот этой матрицы соответственно вот линейное отображение существует единственно просто эти два условия они вытекают из этой явной формулы все значит у нас мы доказали что существует единственно а вот собственно это явная формула она и доказывает пункт 2 она и доказывает пункт 2 а можно секундочку вас там написали в чате что в индексах ошибка вы на игреке вы виду n пронумеровали м а вижу спасибо да 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 так действительно я тут что-то наврал так игрек один игрек м и здесь игрек один игрек м тоже будет наконец здесь да вроде вроде все исправил да спасибо большое еще раз хорошо и так вот это вот это утверждение мы вроде доказать это утверждение вы вроде доказать и так это было понятие сопряженного линейного отображения между двумя и вклидовыми пространствами в первую очередь нас будет нас будет интересовать случай линейных операторов и поэтому давайте мы его тут и рассмотрим более подробно теперь пусть 2 линейное второе вклидовое пространство это первое тогда если у нас есть линейный оператор если у нас есть линейный оператор то тогда для него определен и существует единственный линейный оператор фи со звездочкой тоже из евгия такое что такое что что это будет ну вот те условия выполняется так и от x скалярное произведение с игреком это то же самое что x скалярное произведение икса с фи со звездочкой от игреком для любых x и y из наших линейного пространства хорошо значит этот фи со звездочкой определение и со звездочкой так и называется сопряженный линейный оператор фи со звездочкой называется сопряженным к фи линейным оператором так следующее определение сразу дадим сразу определение дадим определение линейный оператор и называется сама сопряженным как вы думаете в какой ситуации да если его совпадает со своим сопряженным тут ничего выдумывать не нужно если он совпадает со своим сопряженным и вот как раз первый тип линейных операторов которые мы будем изучать в ефридовых пространствах это именно сама сопряженные линейные операторы и давайте еще раз я тут выпишу вот это вот во что превращается наше условие то есть скалярное произведение фи от x и греком это будет то же самое что скалярное произведение x свет и грек для любых x и грек из нашего е вот это собственно условия определяющая сама сопряженный линейный оператор и теперь давайте мы посмотрим что представляет собой матрица линейного оператора ну там в каком-нибудь поясе если нас е ортонормированный базис если его ортонормированный базис е и допустим а с индексом фи это матрица линейного оператора фи базис е а фи со звездочкой эта матрица мини оператор фи со звездочкой в том же самом базисе то тогда вот когда как вы понимаете в ортонормированном базисе вот из того что мы доказали выше про общее линейное отображение в кейлер остался получается что матрица в сопряженную отображение сопряженного линейного оператора в данном случае это надо взять просто матрицу самого линейного оператора и транспланировать но я повторюсь что это в том случае когда базис у нас ортонормированный Вот это важный момент, что баллиц должен быть ортонормирован, если вы хотите вот так просто вычислить матрицу сопряженного линейного оператора. А в общем случае у вас опять тут φ со звездочкой, вот в общем случае у вас работает эта формула. А с индексом φ со звездочкой, это будет матрица грамма в минус первой, а φ транспонированная умножить на матрицу грамма. Значит, баллиц у нас один и тот же, поэтому G в минус первой, вот это вот G и G штрих, это будет одна и та же матрица. g минус 1 афи транспонируем множество g это в общем случае поэтому важно понимать что если у вас есть некая некий линейный оператор висклидовом пространстве и вы хотите выписать матрицу сопряженного линейного оператора то надо помнить что в просто она выписывается только в ортонормированном вальсе а именно вот в этом случае надо взять просто транспонируем матрицу а если базис не является ортонормирован то тогда нужно будет поправку вводить на матрицу грамм так хорошо и тогда что в частности частности фи совпадает с фи со звездочкой тогда и только тогда когда матрица фи совпадает со своей транспонированы то есть в это означает что матрица а афи симметрично вот как раз это вот условие вот это вот условие условие что матрица линейного симметрично и помните в прошлый раз я как раз анонсировал что для симметричных матриц мы с вами будем доказывать что они всегда диагонализуемые как раз это будет следовать из анализа сама сопряженных линейных операторов которую мы сейчас приступим мы видим что сама сопряженный линейный оператор это что за линейный оператор у которого в ортонормированном базисе матрица симметрично обращу ваше внимание еще на тот факт что если в одном ортонормированном базе вы посчитали матрица она оказалась симметрична автоматически в любом другом она будет тоже симметричны вот как раз вот из этого условия все исследовать так ну хорошо и теперь давайте мы приступим к изучению сама сопряженных операторов значит предложение пусть у нас есть некий сама сопряженный линейный оператор то тогда в е существует собственный вектор для афи и так первое утверждение которое мы хотим доказать что если у нас есть сама сопряженный линейный оператор туда для него всегда обязательно найдется собственный вектор давайте вспомним что в общем случае линейных операторов на векторном пространстве надер вот это утверждение неверно вот вспомним например поворот поворот на какой-нибудь угол да в действительном пространстве там у него собственных векторов нет поэтому само по себе это утверждение но нетривиально она заявляет что если мы рассмотрим вот такой тип линейных операторов то тогда обязательно идет собственный вектор доказательства 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 мы в общем случае знаем что либо один это существует одномерные фин варианты подпространство е либо либо второе условие значит существует двумерные фин варианты подпространство относительно одну снизу вот относительно нашей линии оператора мы знаем что вот это вот линейный оператор над полем действительных чисел броневым знаем что существует либо одномерно либо двумерные инварианты подпространство это из общей теории линейных операторов надер вот последнее утверждение которое мы доказывали на предыдущей лекции сейчас мы им пользуемся значит в первом случае если у нас есть одномерные фин варианты подпространство мы знаем что она всегда натянута на собственный вектор поэтому тут доказывать нечего теперь собственно остается рассмотреть второй случай когда у нас имеется двумерные варианты подпространство пусть у это двумерные фин варианты подпространство и мы покажем что вот в этом подпространстве на самом деле тоже найдется собственный вектор найдет собственный вектор тогда тогда зафиксируем в этом подпространстве ортонормированный базис ортонормированный базис вот в этом пространстве и дальше давайте мы еще рассмотрим ограничение линейного оператора помните как только у нас есть инварианты подпространства тогда можем наш она инвариантно да это означает что мы можем ограничить наш линейный оператор и рассматривать действий только на нашем подпространстве пусть теперь psy это ограничение наши линейного оператора и на наше подпространство тогда все это тоже будет вот сама сопряженным линейным оператором psy это сама сопряженный линейный оператор на нашем подпространстве потому что вот это вот условие если она выполнена для любых x и y из всего пространства тогда она автоматически будет выполнен для любых x и y из нашего подпространства у соответственно вот это вот ограничение psy она тоже автоматически будет сама сопряженным соответственно вот в этом базисе вот в этом базисе матрица нашего линейного оператора psy она будет симметричный этот очень важный момент а bbc вот матрица будет симметрично обязательно а раз так а раз так мы можем сейчас посчитать у нее характеристически многочлен увидеть что там есть корни и сказать что боже какая красота мы как раз получим что найдет собственный вектор посчитаем характеристически многочлен нашего линейного оператора psy давайте мы вспомним как это делается мы берем вот такой определитель в минус ну минус единица в квадрате у нас тут исчезает мы видим да и какой член при это квадрата квадрат у нас будет один дальше минус а плюс c я вижу тут будет цент при t и при что у нас останется от c минус b квадрат плюс от c минус b квадрат вот такой характеристический многочлен и давайте мы сейчас сразу поймем что у этого многочлена обязательно есть действительные корни но а для квадратного трехчлена наличие действительных корней это что за условия скажите мне дискриминат сказать просто дискриминат недостаточно надо сказать что дискриминат еще какой-то сказуемый про него да ну вот нам в чате написали уже что дискриминат должен быть не отрицательным соответственно давайте мы сейчас увидим что дискриминат действительно не отрицательным считаем дискриминат и так что там получится а плюс c в квадрате минус 4 умножить на от c минус b квадрат вот такая вот формула и что мы видим а плюс c квадрат а квадрат плюс 20 плюс c квадрат до минус 4 от c плюс 4 b квадрат ну и тут как раз увидите что 20 минус 4 это будет минус 20 и получится вот такая формула а минус c квадрат плюс 4 b квадрат и мы видим что до получилась не отрицательная величина не отрицательная величина значит дискриминат не отрицательный следовательно имеет корни раз он имеет корни то тогда у нас есть собственные векторы следовательно и имеет есть собственный вектор для пси ну а следовательно так давайте для пси напиши здесь поскольку пси является ограничением линейного оператора фи пространство то тогда вот этот собственный вектор для пси он автоматически будет собственный вектор для он же будет он же собственный вектор для фи ну и все вот мы доказали что действительно да если мы рассматриваем самосопряженный линейный оператор то у него всегда найдется собственный вектор все доказали теперь следующее что мы хотим доказать еще один факт про самосопряженный линейный оператор если у нас есть такой оператор у это фильм варианты под пространство то тогда его ортогональное дополнение тоже будет сильно варианты под пространством если у нас есть какое-то инвариант это пространство то тогда его ортогональное дополнение автоматически тоже будет сидим варианты пространством и что это что это что сразу получается помните когда мы с вами общую картину с линейными операторами изучали мы там подключали что тот случай когда а если у нас все пространство разложилось прямую сумму двух инварианты под пространств と тогда если мы в первом от пространстве берем базис из во втором пространстве бери мальца затем объединим то тогда матрица линейного оператора у нас какой будет вид иметь блочный диагональный да у нас вся матрица будет разбита ну давайте напомню эту картинку что вот в этом случае если матрица у нас разбита вот на такие блоки да то тогда в левом слева внизу и справа наверху будут нули а вот а вот эти вот диагональные блоки они как раз будут отвечать первый диагональный блок отвечает действий на первым вариантом пространстве второй диагональный блок отвечает действий на втором вариантом пространстве и и что и соответственно их можно изучать уже по отдельности а если вы поняли то на самом деле вот вот эту вот стратегию которую которую я тут изложил и потом ее обобщали помните Если мы теперь в каждом из меньших подпространств найдем еще инварианты подпространства, то каждый из этих блоков тоже можно будет развалить еще на два меньших. И так далее. И до тех пор, пока мы не придем к одномерному инварианту подпространства, и матрица будет диагональна. Собственно говоря, вот этим мы сейчас и занимаемся. И уже понятно, что из предыдущего предложения, которое мы с вами доказали, что в любом инварианте подпространстве есть собственный вектор. А теперь, если мы скомбинируем это с тем, что для любого инвариантного подпространства ортогональное дополнение тоже инварианты, то тогда сразу вырисовывается стратегия, как мы должны диагонализовать наш линейный театр. Значит, сначала ищем один собственный вектор, для него ортогональное дополнение инвариантное. Теперь в ортогональном дополнении ищем собственный вектор, он как бы отщипляется, второй собственный вектор, и ортогональное дополнение к нему в этом меньшем подпространстве тоже будет инвариантное. и так вот будем по одному собственно вектор отщипывать у нас матрица будет постепенно диагонализовываться вот тут такая общая стратегия хорошо давайте мы докажем это утверждение тут ничего сложного особо нет доказательства доказательства что мы должны сделать значит мы имеем что фиоту содержится в это нам дано а теперь что мы хотим что мы хотим мы хотим чтобы фи от у перпендикуляр тоже содержалось вот в этом самом у перпендикуляр хотим чтобы у перпендикуляр тоже был фин вариант хорошо давайте мы это проверим значит чтобы проверить что фи от у перпендикуляр или содержится в у перпендикуляр мы должны взять произвольный x из у перпендикуляр взять произвольный и чтобы показать что его образ лежит у перпендикуляр мы должны проверить что у него скалярное произведение с любым игреком из у равно нулю имеем мы давайте посмотрим что мы имеем фи от x это как раз вот этот вот мы хотим показать что фи от x лежит в ортогональном дополнении да значит мы должны посчитать скалярное произведение с любым игреком изу и что мы видим оператор у нас самосопряжён поэтому фи можем перебросить вот таким образом теперь смотрим что x x лежит у перпендикуляр y у нас лежал в у а значит фи от y тоже лежит вот так как у инвариантно получается что мы вот это вот скалярное произведение то есть не что иное как скалярное произведение какого-то вектора из у и какого-то вектора из из его ортогонально дополнение ну ясно что она равна в общем отсюда все следует отсюда все следует что фи от x лежит в ортогональном дополнении все это очень простое рассуждение мы видим что единственно чем этот воспользовались это определением самосопряжённый оператор больше тут ничего нет так хорошо теперь 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 мы уже готовы сформулирует основную теорему и доказать то есть основная теорема она будет уже в чем что действительно наш линейный оператор он диагонализует он диагонализует теорему если у нас есть сама сопряжённый линейный оператор то тогда в е существует орта нормированный базис из собственных векторов это очень важное свойство что посмотрите мы сейчас докажем что линейный оператор не просто диагонализуем а он еще диагонализуем в базисе в ортонормированном базис то есть это более сильные условия то есть можно было бы доказывать что он диагонализуем в каком-то базис это одно а мы докажем более сильное утверждение что он диагонализуем еще и в ортонормированном базисе ортонормированный базис это некий приоритет веклидовых пространства и в частности частности фи диагонализуем на d на d и характеристический многочлен t разлагается на линейный множитель на линейный множитель тоже на d а это скорее вот эти вот утверждение в частности фи диагонализуем на d и характеристически многочлен разлагается ли не нашли надо это утверждение на самом деле про матрицу это больше утверждение про больше про матрицу этого самосопряженного оператора напомню что в ортонормированном базисе матрицы симметрично соответственно вот это как раз и утверждается здесь что для симметричной матрицы на d всегда существует в случае стиметричной матрицы на d она диагонализуется на d ну и в частности ее характеристически многочин разлагается на линии ножки надо доказательства будет несложное и она опирается на предыдущие два предложения проведем доказательства формализуем его при помощи индукции по n так индукции я так что-то не подвисла индукция по n если n равно 1 то тогда что у нас есть прямая в ней берем единичный вектор да и он сразу дает нам ортонормированный базис поэтому тут доказывать нечего ясно теперь давайте мы рассмотрим случай когда n больше 1 когда n больше 1 и вот как раз здесь мы пользуемся вот этими двумя утверждениями первое утверждение что существует собственный вектор существует вектор в м для фи тогда мы положим давайте мы разделим этот вектор на его длину е1 это выделить на в и это будет получается собственный вектор единичной длины и дальше мы будем дополнять его до ортонормированного базиса собственных векторов так теперь давайте мы рассмотрим пространство у который будет ортогональным дополнением вот к этому вектору и е1 тогда вот это вот у она фильм варианты под пространство и причем размерность у него как вы понимаете на единичку меньше размерность у его меньше чем размерность е ну давайте мы скажем размерность меньше н а самом деле она равна и минус 1 у нас это не очень волнует уже следовательно по предположению индукции индукции вот в этом самом у существует ортонормированный базис 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 едва давайте мы скажем е н давайте все таки напишу здесь что она не просто меньше а еще и она в точности равна и минус 1 она меньше вот так вот будет лучше написать у существует ортонормированный базис едва ли им из собственных векторов ну и тогда что и тогда нам остается что значит у нас есть первый собственный вектор я один ортогональный дополнение ки один мы тоже нашли ортонормированный базис собственных векторов соответственно единственное что нам осталось сделать это просто объединить два базиса и это даст нам искомый базис который мы хотели следовательно е давайте напишем 1 е1 е2 и так далее это портон и искомый ортонормированный базис из собственных эффектов вот основная теорема мы его доказали теперь давайте мы докажем еще одно важное свойство которое сильно упрощает практически вычисления вот вы будете решать задачи на самосопряженной линии операторы на семинарах и там тоже будет стоять задача ортогонализации ой диагонализации такого оператора в ортонормированном базисе сейчас мы докажем с вами некое свойство которое упрощает упростит вам жизнь на при при решении конкретных примеров а именно мы покажем что собственное под пространство отвечающие по парно различным собственным значением они автоматически ортогональны и это означает что когда вы считаете когда вы ищете ортонормированный базис и собственных векторов вам достаточно посчитать ортонормированный базис в каждом собственном подпространстве вот это вот единственная сложность которая вам там будет которая у вас там встретиться так хорошо значит предложением предложением если у нас опять фи это самосопряженный линейный оператор у нас для него мы взяли два собственных значения причем лямбда не равно уме тогда утверждается что собственное подпространство оператора и отвечают собственно точению лямбда она ортогонально собственному значу собственного пространства отвечающему второму собственному значению вот так хорошо доказательства ну для того чтобы проверить нужно взять один вектор из первого подпространства взять второй вектор из второго подпространства убедиться в том что их скалярное произведение равно 0 вот этим мы сейчас займемся пусть x это вектор из первого подпространства y это вектор из второго подпространства тогда что мы можем сделать тогда мы проведем просто серию вычислений на который начнется со следующего значит лямбда x вот давайте лямбда умножим на скалярное произведение тогда лямбду лямбду можем занести y теперь смотрите что такое лямбда x лямбда x это есть ничто иное как фи от x потому что x это собственный вектор собственным значением лямбда вот он взят специально из собственного подпространства поэтому мы имеем фи от x скалярное произведение с игре теперь мы пользуемся тем что фи является самосопряженным линейным оператором соответственно вот в таком выражении мы фи можем перекидывать с одного с одной компоненты на другую x , фи от y а y это тоже собственный вектор нашего линейного оператора но уже собственное значение мю поэтому можно написать так что это x , мю y ну и наконец мы можем вынести мю за скобку и увидеть и получить что это мю умножить на скалярное произведение x и y теперь что мы видим что лямбда умножить на некое число равно умножить на некое число когда такое возможно вот мы знаем заранее что лямбда не равно минут значит единственный случай когда такое возможно это когда число равно нулю так как лянда не равно нулю ранды ляда не равно минут то мы сразу получаем что скаляна произведение x и y крану нулю ну вот собственно все таким образом собственное подпространство самосопряженного линейного оператора который отвечает по парам различным собственным значением они автоматически ортогональны и это сильно упрощает жизнь при в конкретных примерах для построения ортонормированной базисы собственных векторов хорошо теперь теперь давайте мы докажем одну теорему про квадратичные формы которая сразу вытекает из из теоремы о самосопряженных линейных операторов теорема которая называется приведение квадратичной формы к главным осям давайте мы напомним какие основные факты про квадратичные формы мы знаем что если у нас есть квадратичная форма над над каким-нибудь полем да ну главное чтобы там 0 ни один плюс один не равнялась нулю да то в этом случае всякая квадратичная форма приводится к диагональному виду да ну или к виду сумма квадратов сумма квадратов координат с какими-то коэффициентами это канонический вид вот и теперь и теперь что сейчас в ефтидовом пространстве мы хотим доказать но опять таки отличие ефтидово пространство от произвольного векторного пространства в том что в ефтидовом пространстве все базисы делятся на на два типа первый тип это ортонормированные базисы которые нам предпочтительны по многим причинам и второй тип это все остальные базис соответственно то утверждение то утверждение о том что какая-то квадратичная форма там в каком-то базисе диагонализуется нас она не нам она не очень интересно в ефтидовом пространстве нам интересен интересны проблемы диагонализации именно в ортонормированном базисе и вот сейчас мы как раз покажем что да в ортонормированном базисе тоже любую квадратичную форму можно диагонализовать так пусть давайте скажем так для всякой квадратичной формы у из и из ефр существует ортонормированный базис е в котором давайте напишем где-то и один так далее енда в котором у имеет органический вид x равно для 1 x 1 квадрат плюс и далее плюс ламда x 1 квадрат первое утверждение о том что да смотрите в ортонормированном базисе под любую квадратичную форму мы тоже можем диагонализовать это прекрасно это прекрасный результат вот оказывается что этот результат он его можно усилить и и сейчас мы сформулируем что на самом деле эти вот числа ламда один ламда им они оказываются определены в этой ситуации однозначно но с точностью до перестановки более того набор лямда 1 так далее лямда n определён однозначно с точностью до перестановки вот такая замечательная терема еще раз если у нас есть в их видом пространстве некоторая квадратичная форма то тогда ее можно диагонализовать в ортонормированном базисе и более того если вы диагонализовали ее в двух разных двух разных ортонормированных базисах то тогда коэффициенты при квадратах они получаются в одном случае получается из другого случае просто какой-то перестановка в этот такой важный результат и и теперь как раз собственно некоторое пояснение про то откуда взялось понятие главные оси главные оси главные оси а ну они тут как раз собственно и есть вот эти вот самые оси rg1 оси натянуты на базисные векторы этого ортонормированного базиса в котором она диагонализуется но вообще само понятие оно происходит из больше из механики когда там вот механика твердого тела трехмерного там исследуется там как раз у них возникает некие квадратичные формы и для них важно находить вот эти вот оси вот эти вот там изникают некие квадратичные формы и эти квадратичные формы диагонализуются некоторому то автонормированном базисе и как раз вот эти вот оси натянутая на вектор данного базиса они там имеют конкретный физический смысл и поэтому называется главными осями там скажем твердого тела как у них соответственно это вот название главной оси но происходит из ну из механики и вот ну и понятно и дальше но обобщается уже на случай произвольных их или в пространстве произвольной размерности так хорошо доказательства давайте мы докажем давайте мы стартуем с какого-нибудь ортонормированного базиса пусть ff1fn это произвольный ну давайте напишем какой-нибудь нормированный базис давайте рассмотрим для начала какой-нибудь ортонормированный базис и посмотрим какая будет матрица нашей квадратичной формы в этом базисе берем нашу квадратичную форму да смотрим ее матрицу в этом базисе и теперь внимание выполняем вот такой трюк давайте мы рассмотрим линейный оператор который в этом базисе имеет такую же матрицу так у нас есть квадратичная форма мы выбрали линейки ортонормированный базис в этом ортонормированном базисе посчитали его ее матрицу и теперь рассмотрим линейный оператор который в этом же базисе имеет такую же матрицу линейный оператор фи такое что матрица линейного оператора фи в базисе совпадает с матрицей нашей квадратичной формы q в том же самом базисе поделить такой трюк рассмотрели такой линейный оператор давайте мы обратим внимание на то что у всякой квадратичной формы матрица автоматически симметрична да помним такой факт что матрица вся квадратичная форма симметрична это означает что матрица нашу линейного оператора она тоже будет симметрична вот этом базисе а раз она симметрично то тогда оператор будет сама сопряжен потому что базе сорта нормированный и вот таким образом мы каждым смысле мы под нашей квадратичной форме при выборе даже нашего базиса поставляем некоторые линейный оператор так как bqf симметрично то мы сразу получаем что линейный оператор будет самосопряжен это хорошо это хорошо значит мы построили само сопряженный линейный оператор не по нашей квадратической и по нашей квадратичной форме и теперь что мы сделаем следующим шагом мы проверим что в любом другом ортонормированной базисе матрицы квадратичной форме этого линейного оператора тоже будет совпадать то есть вот тут такая идея что то если вы взяли в одном ортонормированном базисе матрица квадратичной формы совпадает с матрицей линейного оператора, то тогда в любом другом ортонормированном базисе тоже эти матрицы совпадают. если f штрих это f умножить на c это другой другой ортонормированный базис то мы помним что матрица c она будет у нас не простой а какой она будет каким свойством обладает матрица перехода от 1 ортонормированном базисе к другому скажите или напишите в чат c совпадает c транспонированные нет нет там немножко другое условие то ну еще кто-нибудь сделать попытку да вот тагир написал c в минус 1 равно c транспонирование матрица перехода между двумя ортонормированным базисами в ефлидовом пространстве она должна быть ортогональной то c транспонированные на c равно е равно c умножить на c транспонированные и c транспонированные равно c минус 1 вот этот важный момент тогда сейчас мы просто посчитаем как меняется матрица одного объекта и второго и сейчас мы увидим что давайте мы посчитаем матрица линейного операторов и вот в этом базисе каком f штрих она у нас по какой формуле выражается на c минус 1 умножить на фи в базисе f умножить на c правильно это как меняется матрица линейного оператора при замене базиса но в данном случае c минус 1 это то же самое что c транспонировано а вот это то же самое чтобы фи фи это матрица нашей квадратичной формы данным поэтому у нас данная формула магическим образом преобразуется в следующую бфи f умножить на c а это что такое это как раз формула для преобразования матрицы били нейной формы ну или квадратичные формы при замене базиса значит мы получаем что действительно ой только не щит будет секундочку не фи и так у уф и здесь тоже будет курьев куев вот хорошо и мы видим что да вот в этом самом новом базисе f штрих действительно матрица квадратичной формы опять же совпадет с матриц нашу линейный оператор ну вот и теперь какой резюме всего проект происходящего мы по квадратичной форме построили линейный оператор который самосопряжен и который в любом ортонормированном базисе имеет такую же матрицу как матрица это квадратичной формы в этом же бальз и теперь все у нас на руках все козыри мы можем сразу сказать что давайте мы применим нашу теорему о самосопряженными на операторе по теореме по теореме существует ортонормированный базис е и один так далее ен такой что матрица нашу линейного оператора фи в базисе е она будет диагональными она будет диагональными так ну тогда матрица наши квадратичной формы в том же самом базисе она совпадает диагональный для один так далее н тоже диагональными тоже диагональными соответственно все мы все доказали кроме одной вещи значит теперь вопрос в чем что почему почему собственное значение линда 1 линда n определенная однозначность точно сюда перестановки кто-нибудь понимает как бы видит откуда следует здесь линда 1 так далее линда n определены однозначно так как по какой причине но тут надо смотреть на линейный оператор кема вот эти числа линда 1 для мдм они кем приходится нашему линейному оператору фи а вот да тут сагир снова написал на год набор собственных значений определенного значит да чисто линда 1 линда n они нашему линейному операторов и приходится как раз собственными значения для линейного оператора набор собственных значений он является им вариантом некоторым так как этот набор состоит из всех собственных значений оператора фи ну с точностью с учетом краткость суперку краткость ну вот собственно все доказали теорему и давайте мы сразу напишем следствие практически практическое применение для матрицы следствие давайте напишем что мы доказали по сути для матрицы если у нас есть квадратная матрица размера nn над полем действительных чисел и она симметрична да это можно реализовать как раз как матрицу некоторой квадратичной формы каком-то болезнь причем не просто можно даже может у нормированном борисе тогда существует ортогональная матрица ортогональная матрица с такая что такая что c транспонированная а c равно c минус 1 а c рассматривается ортогонально тут и транспонированный c минус 1 это одно и то же и это равно некой матрицы д диагонально линда 1 тогда линда n причем набор линда 1 тогда линда n определенно однозначно с точностью до перестановки ну и как мы уже с вами выяснили что на самом деле точнее точнее это просто линда 1 линда n это есть спектр спектр нашей спектр нашей матрицы дадим дадим просто спектр нашей матрицы как мультимножество то есть если у нас встречается с кратностями то тоже тут столько раз насчет каждой линда должно встретиться в этом мультимножестве столько раз сколько раз он появляется спектр как мультимножество вот такая вот получается практическая теорема о диагонализации квадратной симметричной матрицы ну и я надеюсь вы понимаете значит как как-то доказывается мы просто реализуем вот эту матрицу а как матрицу ну например сама сопряженного линейного оператора в каком-то ортонормированном базе и тогда теорема нам сообщает что существует другой ортонормированный базис которым матрицы диагональны ну а отсюда что следует что как раз формула перехода от от одного смысле матрицы перехода от одного ортонормированного базиса другом будет ортогональны как раз соответственно вот тогда будут верны вот такие формулы ну вот собственно больше тут ничего нет прямое следствие истей основной теоремы самосопряженных линейных операторов сформулирован на чисто на языке матриц чисто на языке матриц хорошо так и теперь давайте мы за оставшееся время сейчас еще поговорим про другой тип линейных операторов так начнем обсуждать другой тип линейных операторов объект лидовых пространств а именно ортогональный оператор определение линейный оператор фи из е в е называется ортогональным называется ортогональным если для любых x и y имеем что скалярное произведение их образов совпадает со скалярным произведением и их самих то есть можно переформулировать условия так что фи сохраняет скалярное произведение то есть и сохраняет скалярное произведение какой бы пару векторов вы не взяли их скалярное произведение она будет обязательно совпадать со скалярным произведением их образов при данному так при вот таком линейном отображении давайте мы это в скобочках напишем что есть явном виде она не присутствует в условии но это некое пояснение и теперь теорема теорема о 5 эквивалентных условиях определяют ортогональный оператор пусть у нас есть линейный оператор в любимом пространстве тогда следующее следующее условие эквивалентным следующие условия эквивалентный и тут сейчас будет пять условий первое условие что fit ортогональный оператор фи ортогональный второе условие еще смотрите в определении ортогонального оператора у нас требовалось чтобы он сохранял склярное произведение да вот второе условие говорит что он будет ортогональным тогда только тогда когда он сохраняет длины для любого x из е длина вектора feat x совпадает длиной вектора x то есть x сохраняет длины так третье условие третье условие фи обратим и обратный линейный оператор совпадает с сопряженным то есть ну что значит фи умножить на фи со звездочкой то же самое что фи со звездочкой умножить на фи это равно тождественные линейный оператор так тождественные мы обозначаем большой буквы и четвертое условие что если это порту нормированный базис базис и матрица а эта матрица нашего линейного оператора в данном базисе то эта матрица является ортогональный то а ортогональный ну то есть как там нас определяется транспланируем лишь на равные и наконец 5 условия опять в орта нормированным базисе нормированный базис а его образ тоже будет ортонормированным базис значит линейный оператор ортогонален тогда только сада когда он всякий портонормированный базис приводит тоже в ортонормированный так ну вот вот наша теорема и мы сейчас будем ее доказывать вот когда в теореме такое большое количество условий самый оптимальный вариант доказательства и это пройтись по циклу да вот из 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 потом из 5 вернуться к первому ну вот для этой теоремы я не знаю такого прямо совсем циклического доказательства поэтому у нас будет чуть более сложным мы сначала докажем что условие 1 эквивалентно условию 2 потом уже пройдемся по циклу и так и из условия 1 почему следует условия 2 уже такой длина длина вектора это как мы знаем квадрат корень скалярного произведения поэтому пишем фи от x кривой нарисовал и от x x а скалярное произведение у нас оператор сохраняет поэтому видим что это то же самое что квадратный корень скалярного квадрат самого вектора x то есть модуль x все из первого во второе мы увидели значит если сохраняется произведение то тогда сохраняется и длины конечно же второе вот теперь давайте мы докажем что из 2 тоже следует первое нам известно что наш линейный оператор сохраняет длины сохраняя длины векторов мы должны показать что тогда он сохраняется скалярное произведение на самом деле здесь мы должны вспомнить форму для поляризации квадратичной формы помните значит смотрите у нас на веклином пространстве есть скалярное произведение она является били нейной формы а для него соответствующая квадратичная форма это квадрат длины вектора и вот вспомним что поляризация любой поляризации политической формы на выражает били нейную форму значение значение били нейной формы через значение квадратичные вот поэтому что этим напишем скалярное произведение векторов сет x и сет y это что такое давайте мы как раз тут воспользуемся формула для поляризации формула для поляризации она выглядит так можно писать так что значит fiat x плюс y fiat x плюс y так скобочка лишний а нет не лишним минус fiat x fiat x минус fiat y вот смотрите вот в таком виде я выразил наше скалярное произведение x и y силу так только тут я тут написал силу били нейности нашего скалярное произведение если вы вот это вот выражение раскроете то увидите что да получится то что надо как раз то что стоит слева но вот это можно преобразовать уже в другом виде это будет 1 2 от чего квадрат длины fiat x плюс y минус квадрат длины fiat x и минус квадрат длины fiat y вот так можем записать а теперь уже в этот момент воспользуемся тем что наша наш линейный оператор сохраняя длины и тогда получится следующее это все преобразуется к такому виду x плюс y квадрат минус x квадрат минус y квадрат ну а теперь мы раскроем все обратно теперь мы раскроем все обратно мы видим что 1 2 x плюс y x плюс y минус x x минус y y и это равно как раз икс и грек ну и все мы доказали значит фиат икс карта издений фиат икс и тырик действительно равно скалярном произведении ксай с игреком и то есть как раз первое условие условия определяющих наш автогональный оператор но вот таким образом мы из доказали что первое и второе условие эквивалентно теперь как я сказал давайте мы пройдемся по циклу следующая следующее что мы докажем давайте мы из комбинации 1 со вторым выведем 3 1 3 давайте мы покажем что оператор имеет нулевое ядро смотрите фиат икс равен нулю это означает что его модуль равен нулю это означает что модуль самого x равен нулю потому что у нас длинны сохраняются и отсюда следует что сам x равен нулю да таким образом мы видим что керфи состоит из нуля ядро тривиально это означает это как раз означает что линейный оператор обратим следовательно существует фи минус 1 ну и теперь осталось показать что это не просто существует фи минус 1 еще он и сопряжен теперь фи минус 1 от x с игреком это есть что такое это мы можем здесь воспользоваться чем мы пользуемся условием первым что сохраняется колярное произведение поэтому давайте мы применим к обеим к обоим аргументам фи получим что фи от фи минус 1 от x фи от y и что мы видим получается x , фи от y то есть если кто-то стоял сопряженный оператор то было бы верно и сопряженный оператора он единственно сразу следует что фи минус 1 совпадает сопряженным так тут вас поступил вопрос повторить переход из 2 в 1 где перешли от f от x plus y x plus y ну так здесь я перешел потому что у меня известно вот я предполагаю известным что длина сохраняется вектор соответственно модуль фиатекс он всегда равен модуль x поэтому вот здесь свет x плюс y квадрат я заменил просто на модуль самого вектора x плюс y квадрат ну хорошо вы поняли так ну вот видите значит мы показали что из первого и второго следует третье теперь давайте из 3 увидим 4 стете увидим 4 3 пусть у нас е ортонормированный базис а пусть эта матрица линейного оператора нашего нашу линь оператор в этом базисе тогда матрица сопряженного отображения как мы знаем она равна а транспонирует другой стороны матрица обратного отображения она будет равна а минус 1 но поскольку фи сопряженный совпадает все минус 1 отсюда мы видим что а транспонированный равно а минус 1 это как раз и означает что а ортогонально все тут так вот такой простой вот дальше идем доказываем что из 4 следует 5 из 4 следует 5 нам дано что матрица нашего линейного оператора ортогонально ортогонально значит опять давайте мы возьмем ярко гана ортонормированный базис ярко нормированный базис опять обозначим через а вот эту самую матрицу тогда из того как действует линейный оператор как записывается действие линейный оператор в координатах мы можем написать что фиат е1 и так далее фиат ен это что такое это е1 умножить на ен умножить на матрицу а правильно но эта формула она в данном случае похоже еще на другую формулу что смотреть а как выглядит матрица как выглядит соотношение перехода между двумя базисами у нас тоже есть базис е1 ен он умножается на матрицу перехода и в результате получается некий новый базис вот и здесь мы как раз пользуемся тем что вот е1 ен это ортонормированный базис матрица а у нас ортогонально то получается что мы взяли ортонормированный базис умножили на ортогональную матрицу и тогда вот из тех рассуждений про которые мы знаем давным-давно что новый базис является ортонормированный тогда только так и матрица перехода ортогонально и вот как раз мы здесь оказались случаи когда матрица перехода ортогонально и тогда мы заключаем что вот этот вот новый набор векторов тоже это ортонормированный базис и от е1 и так далее сетки это ортонормированный базис вот и теперь последнее что нам осталось доказать давайте мы увидим из 5 1 из 5 1 то есть нам дано что ортонормированный базис переводится в ортонормированный и мы хотим показать что в этом случае тогда а линейный оператор будет ортогональ пусть е е1 так далее ен это ортонормированный базис ортонормированный базис и давайте мы возьмем как произвольную пару векторов x и y разложим их по базису и покажем через вот это что тоже будет ортонормированный базис смысле что сказали произведение сохраняется y-e-t и вот сейчас мы посчитаем про скале на произведение давайте мы значит fiat x и fiat y это что будет от склея на произведение будет сумма и от единицы до n x и d и от единицы внесем все раскроем здесь будет точно так же сумма ой давайте здесь сумму быть позже как раз или будет удобно чтобы индексы были разные сумма позже от единицы до н и бежит и от ежит и теперь раскроем по береги масти что мы увидим что сумма по и от единицы до н сумма позже от единицы до н x и т и y житая и будем на склятное произведение фи сетки этого свет и житым вот а это как раз дельта и житая потому что это ортонормированный базис нам пятое условие говорит что в этой ситуации базис будет ортонормированным но тогда вот эти вот значения мы можем заменить на соответствующее значение для того же самого и от единицы до н сумму позже от единицы до н x и т и y житая умножить на скалярное произведение самих уже ректоров еита и ежитая потому что это тоже ортонормированный базис это будет символ кроника помните единицы если индексы равны и 0 во всех остальных случаях ну а теперь мы можем точно также дальше обратно все это свернуть сумму по и от единицы до н и крик житая ежитая и мы видим что получается как раз скалярное произведение этого с ежитым ну и все ой секундочку не то не ей этого с ежитым а как раз x а с игреком как x а с игреком ну все собственно все таким образом доказывается последний переход из 5 в 1 и мы доказали теорем и так вот у нас теорема это характеризация ортогональных операторов вот 5 эквивалентных свойств определяющих ортогональный оператор вот мы эту теорему доказали и и что теперь извините у вас формулировки теоремы во втором пункте написано что x сохраняет длинные а по моему фи сохраняет длинные да 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 это какая-то глупость это тут я что-то не то написал фи сохраняет длинные конечно спасибо что вы обратили внимание на это вот а в следующий раз мы с вами тоже обсудим к какому наиболее простому виду можно привести матрицу ортогонального оператора там у нас будет своя теорема каноническом виде для ортогонального ортогонного оператора там